МЧС снова предупреждает, подлёдная рыбалка при данной погоде опасна. Толщина льда должна достигать 10 сантиметров. Только в этом случае выход на него не несёт угрозы для жизни. На данный момент ни один водоём региона не соответствует этому требованию. Особенно опасны реки. Чем дальше от берега, тем тоньше лёд. Зима ещё не наступила, но жертвами подлёдной рыбалки уже стали три человека. Все мужчины провалились под лёд и не смогли выбраться. Последний случай произошёл в эти выходные в Пучешском районе. На Волге погиб рыбак. Находящиеся вокруг люди помочь ему ничем не смогли. И что примечательно, даже после трагедии, которая произошла на глазах, никто со льда не ушёл. Все продолжили рыбачить. МЧС напоминает, что до наступления зимних морозов с рыбалкой лучше повременить. А самым отважным рекомендуют захватить с собой средства самоспасения и надеть термобельё. Взять хотя бы элементарный летний надувной матрас, который занимает 30 квадратных сантиметров, может быть, в его багаже. И даже он в случае в таком неприятном может оказать очень серьёзную помощь. Ну, конечно же, если будет рядом надут и лежать. Потом очень неплохое средство спасения, вообще самое примитивное, это кусок крепкой верёвки на конце с петлёй, на одном конце, на другом конце, с грузом, там, 400-500 грамм, чтобы была возможность эту верёвку выбросить в случае провала тем людям, которые находятся на безопасном льду, чтобы они смогли оказать помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова